Мелается невозможность слушать нас в записи. Я беседую сегодня опять с Еленой Зелениной, художником, учителем, которая прошла такой довольно интересный путь, и у нас сегодня очень интересная тема, мы говорим о психологии в кавычках рисования. Вот мне надо взять наушники, а Лена пока продолжит чуть-чуть на эту тему. Ну, здравствуйте. Психология рисования очень интересное название. Мы вот только что с Рикой как раз обсуждали, что почему не в кавычках, потому что психология, она касается как понятия, может быть, рассматриваемого только для какого-то живого существа. А мы здесь говорим о практике рисования, да, или о науке рисования. Но используем рисование для познания себя, потому что рисунок, живопись, они дают удивительные возможности увидеть то, что иногда для нас скрыто. Конечно, если вы хотите, то можно, как обстоят у нас на самом деле там дела. И все интересно, что если у нас, мы говорим о художниках, например, да, профессионалах, то они могут рисовать картины независимо от того, в каком они, если это профессионал, в каком он находится в этот момент состоянии или настроение. Если ему надо рисовать портрет, то он будет рисовать портрет. И в процессе работы, как это часто бывает, придет в порядок и сосредоточится. А вот то, о чем мы будем говорить, это использование живописи и рисунка как способа поддержания самого себя. Вот на русской аудитории на этом этапе очень много попыток посмотреть на живопись и на рисунок вот именно с этой точки зрения. Есть такая практика, которая достаточно популярна сейчас на самом деле на русскоязычной аудитории, она называется нейрографика, где люди пытаются прорабатывать какие-то свои проблемы, решать какие-то вопросы, которые они хотят решать при помощи цвета, линии, карандаша и красок. И это может быть там, насколько я видела, может быть там мы деньги притягиваем, отношения притягиваем. То есть самые какие-то разнообразные есть вариации на тему. И что интересно здесь, что на самом деле можно прорабатывать очень много того, что внутри нас при помощи карандаша и красок, но будет более качественная проработка, используя те же самые техники. Если мы начнем с правильных представлений о себе и о жизни, если мы начнем смотреть чуть глубже, не просто как какие нужны ингредиенты условно для того, чтобы испечь вкусный пирог. А почему такие ингредиенты нужны, чтобы этот пирог был вкусный и здоровый? Почему не нужно брать белый сахар, а нужно пробовать использовать там условно кокосовый? Любой вопрос, который у нас возникает, если мы пытаемся его решить с позиции духовной, он позволяет нам выйти на другой уровень сознания. Ну, условно, как переехать на другой этаж, что ли, внутри того же дома и перестать двигать мебель с места на место внутри крошечной комнаты, а приобрести несколько комнат и там уже размещаться совершенно по-другому. Вот поэтому мне очень нравится концепция работы с нашей психикой и использование психологии для помощи нам себе при помощи искусства. Вот. Но мне немножко менее нравится такой шапкозгидательский подход, который иногда бывает. Не всегда, но бывает. Вот. Не слышу ли вообще. Можно ли что-то сказать о человеке, нарисовавшем рисунок, посмотрев на рисунок и сказать что-то о том, авторе этого рисунка. Закрепляю уже. Всегда. Всегда можно. Если только мы не имеем дело с профессионалом. Потому что если у нас мы работаем, вот скажем, мой... Я происхожу из семьи двух художников, которые были профессиональные художники, и они зарабатывали на жизнь живописью. Конечно, мы можем сказать об их внутреннем мире по типу письма. Но когда они выполняют какой-то заказ, они его выполняют независимо от того, что внутри у них происходит. Поэтому если человек новичок и опытный преподаватель может посмотреть за пределы каких-то отсутствия каких-то навыков, всегда видно, какой именно человек, что с ним происходит в этот момент. Всегда-сегда. Но сказать, что это сто процентов всегда правда, нельзя. Потому что надо уточнить, на чей рисунок мы смотрим. Для чего он был сделан, кем он был сделан, какая цель этого рисунка, как почерк, какая цель этого рисунка. А как развивает рисование, если мы говорим, допустим, о детях, детях такого возраста подросткового. Что вносит это рисование в их жизнь? Даже если они не умеют, а только начинают свое движение, свой процесс рисования. Ну, есть практические, совсем практические навыки. Например, часть упражнений, которые у меня есть, любимая моя, комплицию, она помогает начать видеть лучше. Реально просто лучше, больше связей видеть между вещами. Есть вещи такие, когда рисуют крик ногами, например, да, нужно понять форму. У меня, если я не ошибаюсь, третья глава, по-моему, связана. Форма – это наш интеллект. Вокруг нас много-много-много разных форм, и мы просеиваем их через свою голову, и в нашем внимании остается только какое-то количество этих форм. Мы их сортируем. Для того, чтобы это тренировать хорошо, одно из упражнений, которые я использую, мы рисуем верх ногами. Вот это совсем простое упражнение, доступное всем, оно улучшает почерк. А что такое почерк? Это моторика. А что такое моторика? А моторика – это какое количество тех самых нейросвязей, которые у нас есть внутри головы, внутри нашего ума. А что такое большее количество связей? А это лучше память. А память у нас в школе в основном чаще всего проверяют именно память. Лучшие способы связывать между собой, когда идет интер-субжект, когда разные предметы нужно связать между собой и понять, как они взаимосвязаны. Это потом все отсюда растут глобальные ученые, которые могут увидеть весь мир глобальный и понять его взаимосвязь. Очень часто, между прочим, ученые хорошо рисуют, врачи хорошо рисуют, потому что они, у них… И сейчас очень-очень упрощаю и очень за это извиняюсь, просто для такой беседы. Но правое полушарие головы, когда оно функционирует нормально и там ничего нет повреждений, оно обещает за визуальнее я, и поэтому, когда оно развито очень-очень хорошо, например, доктор может читать хорошо рентген. Или быть очень наблюдательным некоторые небольшие изменения в цвете лица пациента, в том, какой врачок. Это все тренируется через рисунок искусства. Я сейчас вспомнила о том, что вот когда мы учились в школе, первого-втором классе, мы писали много. Там у нас были прописи, мы их повторяли, писали прописи, там, одну и ту же букву или одно и то же предложение мамам и лораму, да, например. Да, то есть мы тренировали как бы рук, у нас тренировали учителя, я не знаю, как здесь в школе, но вот бывшим в нашем Советском Союзе было там, да? Что-то такое используется, вот когда вы обучаете рисовать? Ну, конечно, что получается сейчас, например, у детей в школе, в основном компьютеры, потому что это намного быстрее, и заставлять их сидеть, выписывать буквы невозможно, потому что это никакого для них, просто никакого не имеет смысла этим занимать. Но у нас удивительным образом наша способность владеть нашими партиями, вот эта вот та самая моторика, о которой мы говорили, она, как его развивать, если мы не сидим и не выписываем прописи, то мы рисуем. Например, для деток очень полезно, супер полезно рисовать двумя руками, это двумя руками одновременно, да, одновременно. И оно может быть, там, одно упражнение, скажем, может быть на то, чтобы один предмет двумя руками рисует, второе упражнение может быть два разных предмета, предмета двумя руками рисует, такого рода упражнения, они немыслимо полезны для развития мозга у детей, но вообще-то, если честно, у взрослых тоже, потому что нам тоже полезно, у нас такая же история, мы начинаем, знаете, как сейчас популярны очень всякие apps, приложения для того, чтобы быть умнее, там, отвечать на вопросы, выстраивать какие-то игры, там, на spatial reasoning, это то же самое, потому что если мы свою голову не тренируем, то она загибается. Я когда-то была недалеко от моего дома, был буддийский монастырь, и там настоятелю было, наверное, может быть, 98-99 лет. Он писал прекрасные стихи и в том числе настойчиво всем людям рекомендовал заниматься искусствами и учить иностранные языки, потому что тогда голова остается ясной. Мы живем дольше, хочется жить более качественно. Ну не зря же в прошлые века брали, набирали дома, домах, дворян, домах наших царей, неправильная работа кувернанта, которые учили именно языкам и искусству. Ну а не говоря уже о ведических временах. Это уж конечно. Конечно. То есть у нас, так как есть четыре, я немножко отступлю от искусства, есть в ведических науках, они называют четыре силы, так называемые, которые управляют всей Вселенной. Первая сила – это целостность. Вторая сила – это подлинность. Вот это моё имя Шрада, которое у меня для книги используется как псевдоним. Третья – это ответственность или любовь. Они не используют слово «любовь», используют слово ответственность. И последнее – это обогащение своей жизни и жизни других людей и создание реальности своей и других людей. Вот если мы посмотрим, ну какие слова большие, да, ну можно посмотреть на любимом моём бревере дерево, так? У нас, когда маленькое семечко, оно чётко в нём его деяны, в том заключается, что я вырасту в прекрасное, великолепное дерево. Вот это называется интегрированное. Я не путаюсь по дороге, что я вырасту в кроликах. И я не запутаюсь по дороге, что я буду капсусом. Я маленькое семечко, скажем, яблонево дерево, я вырасту в яблоневое дерево. Второй принцип, который называется подлинности или я существую на пике своих возможностей. Когда деревце, оно видит, что оно будет росточком. У него эта возможность есть, оно не сидит и не гниёт внутри своей скорлупки, а понимает, что надо тянуться, потому что будет росточком. Вот это расширение до росточка – это и есть подлинность. А потом росточек опять деревцем, а потом оно цветёт, а потом яблоки и так далее. Следующее называется ответственность или любовь. То есть, когда оно махонькое деревце, ему главное позаботиться о себе, чтобы этот росточек не вырез из этого семечка. Но потом тот же, как только вырез, он немедленно должен начинать вокруг производить себя, ну хотя бы там, я не знаю, кислородом. И так деревце растёт, и оно потихонечку становится сильнее, оно может уже там давать тень, а потом там нектар есть в цветочках, а потом яблочки растут. То есть, вот эта ответственность, любовь и любовь, она идёт на расширение. То есть, качество не меняется, меняется просто количество. И самое последнее, это то, что всё время вот это происходит обогащение вокруг того, что вокруг этого деревца есть. Воздух становится лучше, там, птичкам есть где жить, человеку есть где присесть, а потом что съесть. А потом даже оно там пошло, сгнило яблоко, оно пошло на пользу земле. Вот эти четыре принципа, как устроено абсолютно всё. Если мы перекладываем на себя и делаем практики, которые нам помогают стать более интегрированные, более цельные. Целостность вырабатывают в нас. А нам страшно в чём-то там, а я боюсь там, я никогда не рисовал фигуру человека. Мы растягиваем сами себя. Это, в общем, такой очень, ну, безопасный способ тренировки, отбрасывания своего нелюбви к себе, сомнений в себе и принятия себя. Потому что, ну, кисточка, карандаш и бумаг, да, никто не, ну, в общем, это не очень, ну, не очень это влияет, то есть не влияет ни на еду, ни на первые силы. Это просто приятный способ, но он одновременно с этим позволяет испытать вот эти четыре силы, о которых я говорила. Я о них тоже пишу в книжке, потому что даже искусство, у меня был четвёртый, он самый сильный принцип. И я помню, что у меня один раз был интересный разговор с одной из моих подруг, которые удивительно существуют, в том числе она очень много помогает разнообразным благотворительным фондом. И мы с ней говорили много, она любит рисовать, и мы с ней много говорили по поводу того, что, ну, а почему ты не рисуешь, ну, потому что кому это нужно, ещё опять будет очередной этот натюрморт тысячный, вернее миллиардный, кому это всё нужно, туда-сюда. Рита, как выяснилось, при другом угле зрения из-за того, что люди и так её уважают, из-за того, что что бы она ни делала, она старается и учится, она рисует совершенно просто изумительно сейчас, просто изумительно. Но и её, вот эти произведения искусств, как вы думаете, Рита, куда пошли в результате, за которыми стоит очередь? Их раскупают для её же благотворительных, которых она поддерживает. То есть у людей в доме есть вот этот кусочек этого необыкновенного, талантливого, добрейшего человека, отдельно, которые пошли дальше, крутиться и кому-то помогать. А кто-то так рисует. Всё зависит от контекста, который вкладывается в наши действия. Поэтому психология, она, контекст нужен правильный. Угу. Я вот заметила, у меня такое чувство во всяком случае, что женщины очень любят рисовать цветы. Или вот просто, вот даже в Инстаграме, да, я заметила, что очень многие женщины просто ставят фотографии цветов и их привлекает изображение цветов, причём любых. Вот на дне рождения мы поздравляем людей и дарим цветы. Это о чём так говорит? Мешано. Мешано, да. Мешано, да. Мешано. Потому что, да. Значит, с точки зрения ведической традиции, во-первых, цветок считается Богом. И его многообразие самое, вот это самое огромное количество разных цветов. Это огромное количество разных видов Богов. А женщина, она несёт творческую, уникальную, умную красоты. Для пуджи это такой благодарственный ритуал, используется очень много цветов. Я была, если как раз, на больших цветочных базарах в Индии. Особенно мне понравился в Варанасе. Оттуда, мне кажется, уйти просто невозможно, потому что россыпи всего, россыпи красивых цветов. Но с точки зрения духовной, ещё одну вещь скажу. Когда моя дочка вернулась из Индии, она была, в 7 класс она тогда пошла, она принесла картинку, на которой были нарисованы цветы. Девочка, цветы, логично, да? Да. А сзади было написано, все люди, как цветы. Каждый прекрасен и каждый уникален. Очень тонко. Да. И женщина, она это чувствует. Угу. У них совсем одинаковых цветов, нету. Да. В Индии это, это очень, действительно, замечательно. Там настолько, всё это интересно, составляются букеты, приносятся приношения в виде цветов. Гирлянды. А когда гирлянды? Гирлянды, да. Довушка украшает цветами. Да. Но это не только в Индии. Как все девушки в Белоруссии, в Литве на праздник упал венки и одевали их на головы. Правильно. Просто в Индии там климат такой, что он, ну скажем, я выросла в Москве, у нас ведь цветы это не круглый гор. Понятное дело, холодно, зима там и так далее. Ёлки получаются. А в Индии теперь по этой лепанке, в общем, бесконечно, ни один цветок, так другой. Ну так же, как и в России, на юге. Там больше, конечно, намного больше. Если посмотреть на узоры, украшения, цветы это удивительные. Это очень-очень женская. У них нет женской энергии, но это правда очень женская энергия. Это правда. У вас там рядом стоит картина, это ваша или… вот одна из там… Вот она. Она довольна. Видите, я просто ее для красоты поставила, потому что хотелось мольбет чем-то прикрыть. Но в следующий раз поставлю такую… Благодаря дочке я затеяла вот эту серию, серию затеяла, которая называется «Духовные истории, духовные переживания истории художников». То есть читаю какую-то историю, какая у меня идет эмоция, то я пишу. И у меня с цветами было как раз очень много связанного. Но историю воспринимаю через цветок. – Очень интересно. В каждом цветке, я думаю, своя психология, своя органика, какая-то своя атмосфера удивительная. – Да. И цвет. Удивительный цвет. Если у вас есть, например, с точки… Вот есть какие-то цветы, которые нравятся, и какой-то цвет, который нравится, нужно посмотреть, а этот цвет вокруг меня присутствует. Потому что иногда мы обнаруживаем, что нам, например, очень нравится фиолетовый, а все жилище в нем ничего нет фиолетового. А он нам нравится, он нам нужен, он нам настроение повышает. Тогда уже пар такого рода цветы хорошо, или каких-нибудь там плед какой-то, подушечки, чтобы глаз… или нарисовать свои… или купить, чтобы глаз… вот эту энергию этого луча, это тоже совсем из другой серии разговор, чтобы он ее получал, чтобы не только, когда я закрыла глаза, я увидела, что все залито фиолетовым цветом, а чтобы я открыла глаза, и я его увидела. Угу. А вот тогда Вы учите, вот, Ваших учеников, учиться рисованию. Вот Вы заметили, как люди, или Вы об этом обучаете, вот действительно, я сейчас присвета просто хочу сказать, пытаюсь выразить свою мысль. и человек любит действительно вот фиолетовый, сиреневый цвет. И, допустим, покупает одежду этого цвета очень много. Будет ли этот человек рисовать больше сиреневого у него будет на картинах? И нужно ли ему, или, может быть, нужно для баланса привлечь какой-то другой цвет в те изображения, которые он создает? Хороший вопрос, на самом деле, просто изумительный. Очень-очень, правда, изумительный. Глава 5 этой книжки «Артка» прилетела. Честно не читала еще. Да, которая заключается в том, что вот это тоже часть нашего уникального дизайна. И часть того, как нас воспитывали, они тут встречаются. Получается, что для ряда людей, которые из нашей песочницы общей, есть эта тенденция, что вот если мне что-то нравится, то надо сейчас вот делать что-то, что мне не нравится. Чтобы что-то такое в себе открыть. Чтобы нести какую-то гармонию, да, в своей внутренней составе. Да, и это не правда, что это гармония. Потому что нужно цветом настолько уникальный вид. Вот я вам скажу зеленый. И вы представите себе зеленый. И я себе представлю зеленый. Они ничего общего между собой иметь не будут. Но это не место, где нам нужно подстраиваться. Это место, где нам нужно праздновать вот этот наш уникальный дизайн. Палитра должна состоять из цветов, которые нам нравятся. Не из цветов, которые правильные или неправильные. А из цветов, которые нам нравятся. Потому что, вообще так вот, если по большому счету, все теории цвета, они были верны ровно до той поры, пока не придумывали новую теорию цвета. Поэтому для большого цвета это просто… это вообще не надо в это даже вникать. Надо исходить из того, что мне нравятся розовый, зеленый и синий. Значит, я буду рисовать этими цветами. Ну а у нас какое-то вы делаете там специальное изучение того, какой цвет горшка. Это другая история. Когда вы рисуете, выражая себя. Или когда вы рисуете для того, чтобы помочь себе перейти из одного состояния в другое. разрешить какой-то конфликт. Или принять себя в каком-то месте. Или помочь с какими-то отношениями. Во всех таких ситуациях нужно только-только отталкиваться от того, а вам что нравится. Вот что вам нравится, то и правильно. Но когда Раксли, я не знаю, конечно, у нас были четкие правила, что там, например, какие-то цвета между собой не сочетаются. И был тогда очень давно журнал «Бурда», который был на сочетании. Вот если я своей дочке скажу о том, что зеленый с розовым нельзя вместе, было не пято в моей молодости, то они даже не поймут, о чем я говорю. И слава Богу, потому что если мы посмотрим вокруг, какое количество цветов розовых на изумительно зеленых стеблях отлично себя чувствуют. то есть концепции, которые люди формируют и потом вталкивают другим людям, потому что у них есть свои какие-то шаблоны. Да. Шаблоны, скажем, если этого касаемся, например, помните такой фильм «Devil West Prada», как вы его называете по-русски? Да. Был такой фильм. «Devil West Prada», я не знаю, как назвать. Ну да, переводить дословно трудно, но да-да-да, конечно. Помните, там есть стена, когда она говорит про синий цвет. Говорит, что вот ты одела синий цвет, и ты думаешь, что это типа ты совершила такой, на самом деле за этим стоит целая индустрия, которая тебя убедила в том, что тебе такой цвет нравится. Ведь вот это правда. За этим реально стоит индустрия, за тем, чтобы мы выбирали такого-то цвета такту, или такой-то цвет телефона. Это шаблоны. Это шаблоны, которые… В них не было бы большой беды, если бы не та беда, что любой шаблон, он, ну как бы приучает нас немножко больше стоять внутри вот этого стойла и выходить только, когда нам разрешают. Поэтому мы хотим, чтобы что вот с нами произошло. Мы можем купить, например, телефон какой-то черный или золотой, потому что мы знаем, не потому что он нас заставляет как-то чувствовать себя особенно, а потому что это привычная, скажем, деталь, которая помогает нашим клиентам понять, что у нас есть деньги. Так было когда-то в Блэнбере были телефоны, они должны быть черного цвета, например. Вот если человек покупает такой телефон, понимая, что в обществе существует шаблон, что такого-то вида вещь такого-то цвета, она говорит людям о том-то, он покупает не потому что он будет себя чувствовать лучше, а потому что он делает осознанный выбор, который ему нужен для… но он не внутри матрицы в этот момент. Он как в фильме «Матрица над матрицей», совершая поступки, чтобы в матрице было с ним проще общаться. Вот куда мы хотим попасть? Чтобы шаблоны можно было узнавать, но не зависеть от них. То есть не то, чтобы быть в истерике, вот если сейчас модный красный цвет, а я буду всем назло ходить в зеленый. Ну, не в этом же дело, да? Ну, наверное, в этом тоже есть какой-то особенно глубокий смысл, что нам навязывают, возможно, навязывают в кавычках, я не знаю. Допустим, красный цвет, да, красный цвет, откуда это пошло, почему вдруг стало модно красный цвет, красный цвет Марса красный цвет, для того чтобы чувствовать свое лидерство, огонь, я не знаю, до того можно чего привести, почему, допустим, красный цвет должен вот сейчас проявляться, ну, действительно проявлялся какой-то, может быть, это уже ушло, я не знаю, но я наблюдала за тем, что красный цвет он везде, особенно почему-то красные кроссовки, все стали носить однороду. Ну, то, что происходит с вот модными течениями, за этим реально стоит огромная индустрия, в которой просчитывается, сколько будет стоить это, сколько будет стоить это, что более привлекательным. Людям, с точки зрения цветов, очень нравится, и они легко как бы соглашаются на желтый, красный, да, первичный, первого ряда, а остальные цвета надо как бы, чтобы вводить и делать их модными, нужно немножко больше усилий и играют там с, ну, контрастностью и так далее. Но вот эта часть, она есть. В другой стране у нас есть наш собственный дизайн, и если нам какого-то цвета хочется, и нам хочется в нем искупаться, нам обязательно это надо делать, нам не нужно никого слушать, а нам надо в нем купаться. И третье, что наши чакры или энергетические наши центры, у них есть цветовая окраска. И есть еще такое тоже лидическое учение о том, что даже учителя не идут по определенному лучу, и у этого луча будет цвет какой-то. И люди иногда реагируют именно на этот цвет, там, на этот элемент. То есть это много-много всего. Вообще, что я поняла, что, опять же, возвращаемся к контексту, да, то есть если контекст какой-то есть, древний текст, который проверен, то это становится очень интересно, как наука. А так это лучше оставлять, как личный опыт. А если говорить, опять же, о психологии, может быть, даже немножко где-то о чакрах, вот я сейчас просто подумала, я очень часто делаю, вот смотрю ауру, у нас есть прибор, и смотрю чакры какие, дисбалансы, какие в балансе. Можем ли мы сказать о том, что вот если человека привлекает какой-то определенный свет больше, вот я не знаю, вот меня всегда, меня всегда увлекло, тянуло вообще очень к зеленому свету. Но вот моя мама, вот говоря о том, что нам внушают, всегда говорила, ты сама зеленая, зачем тебе еще зеленый цвет? Это я помню здесь, что, вот в эту, ну, я все равно. Нет, конечно. Да. Тянуло к зеленому цвету, это не хорошо, не плохо. Просто такая уникальная Рита. Но это уже все дело. Мама, ты ведь не тянет к зеленому цвету? Ну, мама уже, не знаю, к чему теперь тянет, мама уже не с нами, да. Но... Не тянуло. Нет, не тянуло. Нет. Мне кажется, что нет. Это был не ее цвет. Я сейчас хочу вернуться, наверное, вот опять же к слову психология. Можем ли мы сказать что-то о человеке, которого тянет к какому-то определенному цвету? Есть тут что-то в этом такое интересное? Можно, но это может получиться как немножко привязанное заучи и есть как длинное объяснение. Потому что иногда мы испытываем, например, мы очень устали. И испытываем там дефицит чего-то. И нам нужно сейчас, ну, нам нужно реально, чтобы красное было. И чтобы нам как-то подстегнуться. Но это не значит, что мы, в принципе, всегда агрессивны. Да. Это просто значит, что сейчас мы устали. Угу. Но для кого-то это может так начать что-то другое. Поэтому, так как по цветам любая генерализация такого рода, она не точная. Ясно. Ясно. Да. Ну, конечно, это немножко притягивание за уши, да, чего мы делать, в общем-то, и не хотим. Да, часто мы красим стены в какой-то определенный цвет для того, чтобы придать настроение и находиться вот именно в тех красках, которые нам нужны в данный момент. Да. Но с другой стороны, ведь, вот, допустим, если учитывать там фуншуй или древнюю индийскую науку, аструшанство, да, аструшанство, которое вообще-то первоначальное, то там цвета очень играют большую. Огромную. Огромную. Абсолютно огромную. 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 . Это это уряд ли все Transplant в сознание парамашины, в сознание изначального источника. Если мы коснулись своим сознанием сознания изначального источника, то все остальные правила, они такую силу над нами большую теряют. Я даже видела интересные вещи, когда меняется карта. На своей магии это увидела. То есть когда составляется астрологический гороскоп, но я имею в виду не, опять, как следует, не людьми, которые качественно этим занимаются, и какие-то изменения в сознании человека меняют то, что написано в гороскоп. Меняйцедийный, я тоже это виденька. Наследственные заболевания, вдруг это перестают влиять на человека. То есть у нас внутри переход на другой уровень сознания, он реально открывает другие возможности. как вот версия, я не знаю, у компьютеров, да, там, Microsoft 11, я не знаю сейчас, какой Microsoft, ну, допустим, в 11 или 12. У него другие возможности, и у нас так же. Я хочу напомнить всем, что я беседую с Еленой Зелениной, которая является не просто художником и учителем, а она соединяет и объединяет рисование и духовность. Ведет так же, как и называется книга, так перевод на русский язык, от линии от линии. То есть, когда мы начинаем рисовать, мы имеем возможность развиваться духовно. И этого как раз обучает Елена. Ну что ж, спасибо большое. Я думаю, что мы сегодня очень интересно пообщались, и продолжение следует. Спасибо. Я очень рада тем, что я могу делиться. Спасибо большое. За вопросы спасибо. Да. Спасибо всем. До встречи. До встречи. До встречи.